Полезный город Наша компания работает уже более 30 лет. За это время в нашей стране происходили разные события. Но несмотря ни на что, мы всегда стремились меняться в лучшую сторону. Расширяли производство и ассортимент продукции, модернизировали оборудование и вместе с этим всегда следили за качеством выпускаемой продукции. Именно поэтому нам столько лет доверяют наши покупатели. Если мы говорим об ассортименте, у вас представлен достаточно широкий ассортимент различных матрасов. Сколько всего моделей вы предлагаете? Более 80 моделей у нас есть сейчас в ассортименте. Любую модель можно заказать. Не все они есть в наличии, но большинство мы держим. Те, которые наиболее популярны, наиболее часто спрашиваемые, конечно, и держим на складе. В этом плюс. У вас своё производство в городе Кирове. То есть, в случае, если вдруг какие-то вопросы, не дай бог, возникнут, или, может быть, что-то дополнительное к этому матрасу нужно будет сделать, это всё можно сделать прямо здесь. Конечно. Обращаются к нам в салоны, в магазины. Мы всё решаем на месте. Даже если матрас идёт под заказ, поскольку производство у нас здесь, в Кирове, соответственно, сроки у нас меньше. Во-вторых, мы заявляем один срок. По возможности, конечно, мы стараемся делать всё быстрее. Тут только зависит от спроса. Если очень много заказов, конечно, какой-то срок нужно будет подождать. Но он не длительный. Ну, примерно сколько? Стандартный срок заявлен на две недели. Это если нет в наличии? Это максимально, да. Сегодня будем говорить о том, как правильно выбрать качественный, подходящий именно вам матрас. Это очень индивидуальная история. Мы говорили уже в прошлой программе. Она основывается не только на ощущениях, нравится, не нравится. Есть рекомендации производителя, которым нужно следовать. И прежде чем совершать покупку, нужно учитывать ряд факторов. Это и возраст, это и вес, это и частота использования матраса, и какие-то личные предпочтения, и даже рекомендации врача. Давайте тогда сначала по наполнителям пойдём. Тех матрасов, которые предлагает компания Sunlight. Мы в предыдущей программе говорили, что это может быть пенополиуретан, а могут быть пружины, и кокос, и латекс, и всё что угодно. Вот наполнители, да. То есть есть пенополиуретан, это для матрасов чаще идёт эконом-класса. В матрасах, которые уже более, так скажем, комфортны для сна, идут наполнители. Они с разной степенью жёсткости. Кокос, латекс, меморифом, холофайбер, ну и различные виды пен. То есть это уже не поролон, который эконом-сегменты, это уже пены нового поколения, в которых повышенный срок службы, повышенная весовая нагрузка, которая идёт на спальное место. То есть их мы тоже используем в различной плотности. От чего зависит тот вид наполнителя, который выбирает клиент, покупатель? Ну, предпочтение клиента вы имеете в виду. Кокос – это материал жёсткий. У него идёт натуральный состав. Латекс. Латекс мягкий. Он тоже идёт с натуральными компонентами. Меморифом – материал мягкий, с эффектом памяти. То есть когда вы в него ложитесь, он под воздействием тепла вашего тела принимает форму. То есть вы немножко проваливаете с него. Очень комфортный материал на самом деле. А средней жёсткости холофайбер, он тоже синтетический. Тут, видите, тоже бывают ситуации, если человек аллергик, мы же не знаем, на что он реагирует. Человек должен сам понимать, что если он выбирает натуральные наполнители, то тут могут быть личные какие-то особенности, предпочтения среагировать, не среагировать. Материал, который искусственно, синтетически, бояться его тоже не нужно. Материал не вызывает аллергии никакой. Холофайбер используется, он средней жёсткий, используется в детских матрасах активно, потому что гипоаллергенный. Он пропускает влагу вертикально, не расходится по краям влага. Тоже бывает вопрос актуальный. Это если мы говорим про тех деток, которые ещё маленькие совсем, да? Это ещё маленькие, но, конечно, нужно защищать матрас в этом случае. Поговорим чуть позже обязательно об этом. В принципе, свойство материала такое есть. Материал средней жёсткий, он даёт усадку в пределах ГОСТа, он может распределить эту усадку. Для этого все матрасы мы должны переворачивать, как я уже говорила в прошлой программе, голова, ноги вверх-вниз, чтобы под вашим телом матрас стал равномерно, то есть чтобы вам было комфортно спать, не было никаких ям, провалов, ничего, чтобы не было. А пружинные матрасы, что это такое? Пружинные матрасы бывают разные, то есть пружинный блок Банель, это нам всем известный блок пружин, где пружинки между собой связаны. Блок независимых пружин, это пружины, каждая в отдельном стаканчике, чехле. Блок мультипакет, где пружинок вот таких в отдельных стаканчиках два раза больше, чем в обычном блоке независимых пружин. Беспружинные матрасы бывают, которые состоят только из наполнителей, если кому-то нужно, кому-то хочется. Матрасы с маленькими блоками небольшой высоты, это для деток, кому нужны невысокие матрасы, например, на кровать-чердак, или ещё в какую-то кровать, которая выдвижная, если ограничения есть по высоте матраса. Например, к кровати можно было заехать. Чтобы уходил матрас, да, то есть такие матрасы тоже существуют с пружинками 8 сантиметров. Ну и возвращаясь к нашей предыдущей программе, производство компании Sunlight расположено в Кирове, поэтому выбрать можно практически любой вариант, более 80 моделей. Приходите, консультируетесь, вам подсказывают нужные компоненты для вас именно. И вы делаете выбор, и, собственно, две недели и матрас ваш. Да, потому что блоки мы производим сами, наполнители в наличии, то есть всё мы за всем следим. Вот есть ещё такая история, я про неё читала, что матрасы бывают двусторонние. То есть вы сказали, что переворачиваем голова, ноги вверх-вниз. А это вот для того, чтобы сохранить качество матраса, чтобы он прослужил нам дольше. А есть ведь ещё разные стороны, насколько я понимаю, у матраса, да? Человек хочет, вот он не может определиться, он хочет спать на жёстком или на средне-жёстком. Или кто-то хочет спать когда-то на жёстком, спустя какое-то время на мягком. Либо в зависимости даже от времени года. Бывает, да, то есть он в саду устает, хочет спать на мягкой стороне. Для этого выбирает человек себе двусторонний матрас. Он может взять себе с одной стороны кокос, с другой стороны латекс. Ну, то есть любой вариант из тех наполнителей, которые существуют, можно выбирать. Есть ли разница, скажем так, в наполнителе и там пружинный, либо беспружинный матрас, если мы говорим о весе человека? Конечно, мы берём во внимание и пружинный блок, и наполнитель, который используется. Блок независимых пружин, мультипакет, где пружинок больше, помимо того, что у него более точечное распределение нагрузки идёт, он будет жёстче, потому что, соответственно, пружинок, металла в нём больше. И такой блок держит больший вес, поскольку металла, опять же, больше, значит, человек с большим весом может на нём спать. Если вес у человека большой, то лучше использовать кокос, либо латекс-мемори, холофайбер. Средней жёсткости он под весом человека будет проминаться. То есть в этом случае мы не рекомендуем брать. Если хочется среднюю жёсткость, есть такой материал, как бикокос. Он держит большую весовую нагрузку, чем холофайбер. То есть можно обратиться к этому материалу. Большой вес – это сколько? Там от 70, от 80 килограммов? Хорошо и вес. Я сейчас имею в виду свыше 110 килограмм, допустим. До 100 килограммов практически любая модель, она подходит. Просто, как мы говорили в прошлой программе, если вы выбираете, например, матрас эконом-сегмента из пенополиуретана… Там до 70 килограммов своя нагрузка заявлена. Да, и имейте в виду, что его через какое-то время надо менять. Значительно раньше, чем пружины, например, матрас. Ну, как правило, эконом-вариант берут люди, если они знают, что они будут через какое-то время делать ремонт или менять кровать. Или эти матрасы берут в съёмные квартиры. Либо эти матрасы берут в какие-то мини-отели и что-то подобное. Кто-то берёт на дачу. То есть вариантов тоже достаточно много. Если не часто их пользоваться, да, будет? То есть берут. Они неплохие. Матрасы эконом-сегмента, они тоже есть с разным наполнением, с добавлением слоёв, с толщиной слоёв, вследствие которых можно увеличивать нагрузку на немного, так скажем, но всё равно они будут более комфортные. Нужно понимать ситуацию, кому берём, для чего берём и какой хотим. Мы говорим про вес человека, вес до 110 килограммов. А если, например, матрас использует два человека, да, супружеская пара, есть ли тут какие-то особенности? Два человека весят больше, чем 110 килограммов. Тогда есть другие матрасы, то есть мультипакет выдерживает больше нагрузку. Есть беспружинные матрасы. Тут вариантов много, то есть подобрать можно для любого человека или семейной пары. На что обращаем внимание при выборе матрасов семейной пары? Если есть разница в весе, тогда, конечно, блок с независимыми пружинами будет правильнее. Потому что, если, к примеру, жена весит 50 килограмм, а муж 100 килограмм, если муж будет поворачиваться, то жена будет чувствовать на блоке обычном... Блок-банель, да, про который мы говорим? Блок-банель, да, который связан между собой пружинки. На блоке независимых пружин муж поворачивается, то она спит спокойно на своём месте. Поэтому, если разница в весе есть... То тогда лучше выбирать с блоком независимых пружин. Так будет комфортнее. Есть ли какие-то особенности, если мы говорим уже сейчас не о дополнителе, а о чехле? Ну, то есть вот о той ткани, которую матрас покрывает. Ткань – это как человеку понравится. Он по расцветке выбирает или всё-таки по структуре? По структуре, по ощущениям. Есть жаккард хэбэк, который включает в себя состав хлопок. Есть трикотаж, который хлопок не включает, но он более мягкий, более приятный к телу. То есть тут уже человек, что ему больше понравится, что он захочет, то выбирает. То есть это больше такие тактильные ощущения, да? Да, тактильные. Подрогал рукой. Тактильные ощущения, у кого-то предпочтение. Кто-то конкретно хочет, чтобы был жаккард хлопком. Кому-то непринципиально это. То есть кто-то хочет, чтобы было там помягче, покрасивее. Хотя жаккард он тоже хорош. А с точки зрения долговечности всё-таки, вот если мы говорим, понятно, что трикотаж, он, конечно, приятнее. Ты вот рукой его трогаешь, он мягкий такой, да? Жаккард более жёсткий. Он более долговечный за счёт этого или нет? Он вот долговечнее. Долговечнее, чем трикотаж. Если у вас, например, есть маленькие дети, которые любят прыгать на кровати, и к этому тоже нельзя. Нельзя прыгать на кровати, прыгать нельзя. Ни в коем случае прыгать на кроватях нельзя. Вот сейчас это было просто какое-то огорчение было, наверное. Мне кажется, сейчас родители многие задумались, да. Детям можно взять беспружинный матрас, тогда они прыгать не будут. Не будут пружинить. Не на чем прыгать получается, да? Но вот всё-таки, если такое интенсивное достаточно идёт использование, и какая-то нагрузка постоянная, там, в виде детей, которые забираются на кровать постоянно, да, или слазят, всё-таки лучше взять пожёстче, да, вот этот вот чехолный матрас? Тут дело не в жёсткости идёт. Тут просто вот в визуальном или там в желании, в личном каком-то предпочтении или тактильном. Всё равно матрас, как правило, все, кто у нас приобретает матрасы сейчас, приобретают защитные на матраснике. Это раз. То есть матрас уже защищён. Дальше кровать заправлена постельным бельём. Соответственно, по большому счёту, вы до матраса добираетесь только тогда, когда меняете постельное бельё. То есть это уже третий слой получается. Да. Единственное, что если как-то у вас в процессе замены белья остался матрас, допустим, непокрытый, и до какой-то домашнего животного кошка пришла и поцарапала, то трикотаж, конечно, его можно зацепить. Но я думаю, что это бывает не так часто. Тут, в общем, каждый ориентируется на себя и на свою ситуацию, да? Домашнюю. Как ему удобнее, что ему предпочтительнее и прочее. Вы сказали про на матраснике. Я так понимаю, что тоже они есть разных видов. И, может быть, даже какие-то особенности есть по выбору на матраснике. То есть не только визуально вот этот нравится, этот не нравится. А ткани, из которых это сделано, они тоже какую-то свою функцию выполняют. На матраснике есть защита от грязи и пыли. И есть на матраснике влагонепроницаемые. Защита от грязи и пыли – это то же самое покрытие, как у матрасов трикотаж различный, алоэ вера, например. Или жаккардовые на матраснике. Они бывают натяжные, бывают с резинками. Разница у них между собой в том, что натяжной одевается на матрас как простыня, то есть как юбкой закрывает матрас бока. На матрасник с резинками просто одевается по углам на четыре резинки. Тут тоже кому что нравится. Я считаю, тут личное предпочтение. На матрасники, которые влагонепроницаемые, они необходимы в первую очередь на детские матрасы, чтобы матрас защитить. Ну и, в принципе, бывает, что взрослые люди, пожилые, бывают с проблемами. Бывает, когда родительская кровать, а дети могут прийти и сесть к ним со стаканом молока перед сном. Или с соком. Или с чем-то еще, да. То есть тоже можно защитить матрас. На матрасник не промокает, он выдерживает стирки. С мембраной, с нижней частью ничего не происходит. А на матрасник можно стирать в обычной стиральной машине? Можно стирать в машине. Есть два вида влагонепроницаемых на матрасниках. Мембрана ХБ, слой ХБ, верхний слой. Внешне как махрушка выглядит. Ну, махровое полотенце, да? Да. И есть на матраснике верхний слой трикотаж. Он визуально кажется поплотнее. Синтетический материал. Одинаково не пропускают воду. Нижний слой мембраны одинаковый. Стирать можно тот и другой. Достаточно хорошие на матраснике. У нас активно берут и такие, и такие зависимости, кому что нужно. Ну, надо понимать, да, что эта история с матрасником, это, собственно, экономия ваших же средств. То есть вы покупаете на матрасник, вы защищаете матрас, вам не нужно будет его менять в случае какой-то непредвиденной ситуации. Стоимость матраса, она, конечно, в разы выше, чем на матрасника. Соответственно, лучше матрас закрыть и постирать в стиральной машине, чем потом любоваться на испачканный матрас и придется в итоге его менять. Если мы говорим про уход за матрасами, есть ли какие-то правила вызывать службу химчистки, например, да, раз в определенное какое-то там количество лет? Потому что каждому свое, то есть кто-то химчистку вызывает, кто-то просто пылесосит, кто-то со средством, которым чистит, допустим, мягкую мебель, он может чистить матрас. На матрас я бы не выносила на воздух, потому что он впитает вся влагу, он может покрыться в итоге плесенью. Такое лучше не допускать. Ирина Маратовна, скажите еще, мы в первой программе, по-моему, про это говорили, да, сначала покупаешь кровать, но обычно так бывает, потом идешь за матрасом, да, кровать подбираешь под интерьер, а потом уже... Либо одновременно. Либо одновременно покупаешь. Есть разница вообще в том, какое основание покупать под матрас? Ну, то есть они разные есть? Есть дорогие такие интерьерные прямо кровати, да? Есть совсем недорогие, бюджетные, ну... Разница, конечно, есть. Есть ли у вас куплен матрас, ну, или вы выбрали матрас блока мультипакет, где пружинки маленького диаметра. Есть ли у вас в кровати стандартное основание с ламелями. И такие досочки, да? Досочки, да. Ортопедические основания считаются. То в этом случае вы можете испортить матрас. У вас может эта пружинка попасть расстоянием между ламелями. Так. Там расстояние обычно стандартно идет примерно 6-7 сантиметров. А пружинка, она идет примерно 4 сантиметра. Если она у вас попадает между ламелями, она там застревает. То есть вы можете матрас порвать. В этом случае основание можно просто выровнять. Положить гофрокартон или ДВП. Ну, то есть любой материал, чтобы у вас стала ровная поверхность. Даже если гофрокартон, он тонкий. Если матрас у вас ложится... Главное, чтобы не проваливался. Он не провалится. Он не провалится, и вы не испортите матрас. То есть все матрасы, даже если это блок независимых пружин, обычный. То есть мы все равно рекомендуем основание выровнять. А если, например, не использовать вообще основание? Я просто вижу сейчас интерьерные картинки. Довольно модные сейчас бывают истории, когда матрас кладется либо прямо на пол, либо на какое-то небольшое основание, вплоть до того, что из поддонов делают основание строительных. Ну, вообще, если подиум или какое-то основание имеет хоть какие-то бортики, его использовать можно. Но по ГОСТу, ГОСТ нам прописывает, что матрас – это элемент мебели, элемент кровати. Следуя ГОСТу, класть матрас на пол нельзя. Блок независимых пружин лежит в коробе. Если у вас есть борта у кровати или у подиума, какие-то борта, то человек, когда ложится сверху на матрас, он все равно немножко раздается. Он фиксируется, получается, с боковых стен. Сами фиксируется. А если человек ложится и нет никаких бортиков, то рано или поздно эти бортики отойдут. И если такая ситуация произойдет, то случаи уже будут у вас не гарантийные. То есть тут даже не о собственном удобстве надо думать, а именно уже о сохранности самого матраса. То есть если хочется какой-то подиум, то сделать какое-то хотя бы углубление, чтобы матрас туда лег. Бортики. Пусть немного. Бортики должны быть. То есть чтобы сдерживали, чтобы он не разошелся. Это будет работать на сохранение вашего матраса, да, и на то, чтобы он прослужил вам долгие годы. В таком случае, где расположены ваши торговые точки? Вот если человек готов, например, пойти и проконсультироваться с продавцом, и полежать, выбрать, попробовать попримиряться, куда можно прийти? Торговые точки наиболее крупные у нас находятся на Сурикова, 33. Это угол Сурикова и Щерса на производственной 29, недалеко от нашего производства. Также у нас есть торговые точки в торговых центрах «Феликс» на Дежинского, 68, в торговом центре «Мебель» и в торговом центре «Мегадом». И также у нас еще имеется магазин свой на УПИТ-7, корпус 1. Это район Красной Горки. То есть практически по всему городу рассредоточены точки, и они представлены в тех магазинах, где и кровати тоже продают. Верно. То есть люди, которые идут уже за предметами интерьера и мебели, они как раз могут посмотреть матрас, все в комплексе, что называется, сразу же сделать одним днем, все посмотрев, попримирявшись и выбрав. И есть, конечно же, доставка у вас, я так понимаю. Доставка по городу тоже есть, ну и по ближайшим населенным пунктам. В Чертикировые пригороды. Спасибо большое, Ирина Окулова, начальник отдела розничной торговли компании «Сунлайт», была в нашем проекте. Мы продолжим и в следующий раз поговорим о постельных принадлежностях, о товарах для сна. Всего доброго.